Щелкунчик Ставили и в XIX веке, и в XX Лев Иванов, Вайнонен, Баланчино Григорович, Ноймайер, Бижар. Наверное, ни один из знаменитых балетмейстеров не прошел мимо этой удивительной истории. И каждый старался найти ответ на вопрос «О чем она?» О любви или об играх подсознания, как у Гоффмана. Начи Дуата на этот вопрос ответил по-своему. Я пытаюсь следовать истории и музыке. Я всегда это делаю. В Ромео и Джульетти «Спящие красавицы». Я не меняю либретто, но я не люблю менять музыку. Музыка не спрашивает, ты понимаешь? Музыка спрашивает, ты чувствуешь? Начи Дуата так глубоко и так тонко чувствует музыку, будто его сердце бьется в такт с ритмами партитуры Чайковского. К музыке Чайковского потрясающей этой музыке он отнес уважением и пиететом. Поэтому все танцы, все мезонсцены, все, что в этом спектакле есть, это только преподнесет эту музыку. Нам практически ничего не осталось сделать, просто танцевать музыку, и все для нас сделает музыка. 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 Хрёбров здесь для того, чтобы превратить в движение те чувства, которые он испытывает, слушая музыку. Так что я могу сказать, что в магии версии главное отличие от традиционных том, что в ней нет пантомима. Весь смысл раскрывается с помощью движений, с помощью балета. Французский художник Жером Каплан предлагает нам вернуться в 19 век и в годы перед Первой мировой войной. Почему я выбрал дореволюционный стиль в доме Маши? Я думаю, раз Чайковский является частью 19 века, а Начо Дуата больше частью 20-го, выбрать время действия в балете между временами двух главных вещей музыки и хореографии. С Жеромом я работаю впервые, но у нас не было проблем. Правда, иногда ему трудно было понять, что я настолько всё контролирую, от маленького б***я до маленькой жемчужинки. Иногда они просто сходят с ума от моих замечаний, потому что думают, что я безумен. Но я так люблю работать. Я должен всё контролировать. Потому что если всё проходит удачно, то это общий успех. Но если балет проваливается, то в этом виноват только господин Дуата. Мне никогда не раньше не приходилось изображать куклу-челкунчик. Здесь, помимо сложного костюма, маска, треуголка, ещё и сверху один коллет, нужно было передать это всё пластически. моё движение робота. И это было сложно. Правда, было сложно, потому что я должен был двигаться как кукла. Я очень сильно зажимал своё тело, прямо, знаете, до какой-то крепатуры, руки белели. Сейчас всё доведено, что я уже так на автомате, всё расслаблено, получаю удовольствие. У Дуата в этом балете звучит мотив механизации жизни, мотив автоматов, против которого так восставал романтик Гоффман. Ведь его героям было тесно в рамках реальной жизни. Их манил иной мир. Мир поэзии, музыки, мир сказки. И хореограф тонко почувствовал и передал этот главный Гоффмановский мотив – стремление вырваться из реальной механистичности жизни в волшебный мир фантазии. Щелкунчик в первой части мне нравится больше, чем во второй, когда он превращается в принца и становится очередным принцем. А вначале щелкунчик очень мил. Он немного похож на Петрушку в каком-то смысле. Так что ставить его движение мне нравится. Вообще мне интересно находить движение для таких персонажей. Если ты увлечен своей работой, если тебе она нравится, ты никогда ничего не теряешь, даже если твой балет это не имеет успеха. Но здесь я многое приобрел. Я получил, например, опыт создания классического балета. Я работал с прекрасными танцовщиками. Я также встретил здесь новых людей, новую публику. Я пожил в другом городе. Пытался понять новый язык. И для меня это было таким подарком, которого я не ожидал в моем возрасте. На Чедуата в своей хореографии удалось сохранить силу воображения и остроумия Гоффмана, проникнуть в мир его грез и притворить его замечательную способность превращать унылую повседневность в загадочный мир снов и фантазий, а обыкновенных людей – волшебников. Мне очень было интересно работать с На Чедуата. И он, придя в наш театр, внес огромный-огромный багаж свой, дал нам этот фундамент модерна. Мы столкнулись первый раз. И, конечно же, это колоссальный прыжок вверх. Я считаю, что такие балеты должны идти. И это что-то новое. Нельзя все время быть консерваторами и танцевать. Конечно же, пяти пары – это великолепно, война – это великолепно. Но нужно, наверное, и что-то новое искать. Каждое время требует свой театр. И вопрос в том, как тебе эту историю рассказывают. Если современным языком, модернистским, но убедительно, то разве это не интересно? Ведь в современном театре не должно быть разделения на какие-то направления. Просто каждый художник работает сам. Для меня приезд в Россию словно открылась новая дверь, и это придало мне энергии. Но сейчас пора уезжать. Три года пролетели незаметно. Конечно, для других, возможно, время текло слишком медленно, потому что не всем нравится моя работа. Может, многие рады, что я уезжаю. Но я никогда не забуду этого опыта. И не только не забуду. Я буду поддерживать связь с Михайловским театром. Я хочу продолжать это сотрудничество и создавать новую балету для его репертуара. Ты красивый, ты выглядишь фантастикой. Ты очень странный, русский. Я очень любил тебя. Это подарок для нашего артистского директора и для всей компании. Поэтому вы должны открыть это. Да, пожалуйста. Пожалуйста, enjoy. Мы тебя очень любим. Соль-Малинькин? Да, Соль-Малинькин. Это реально русский нудокрайкер. Да, я нужна. Спасибо. Продолжение следует...